Глядя на современное четырехэтажное здание с инновационными архитектурными решениями и дизайнерскими фасадами, сложно узнать в нем сельский дом культуры. Но именно он красуется между домами в центре поселка Горки-10. При строительстве здания ДК площадью более 5000 квадратных метров и благоустройство прилегающей территории по срокам уложились в 24 месяца. Проект поддержали не только в округе, но и в администрации губернатора Московской области. Я хочу сказать, что даже Андрей Юрьевич Воробьев, он сам лично поддержал наш проект. И был такой момент, когда необходимо было пройти последнее согласование. Андрей Юрьевич принимал решение, и оно было в нашу пользу. И самое главное, это нам позволило не затягивать процесс. Сегодня в Доме культуры занимается около 800 человек от 4 лет и до самого почтенного возраста. В учреждении успешно работают 36 кружков и клубных формирований. Хореографических, вокальных, инструментальных, творческих, спортивных и других направлений. Дом культуры – это такая большая важная часть нашей жизни. Горковский, он стоит в центре, он большой, красивый. Является точкой притяжения для всех-всех людей, которые сюда приходят. И взрослых, и детей, и людей старшего поколения. И очень хотелось бы, чтобы он таким и оставался. В хореографической студии «Овация» занимается около 100 юных артистов от 7 до 14 лет. В основном в ней танцуют девочки, но есть и 12 мальчишек. Ансамбль существует уже много лет, а с открытием Дома культуры возможности коллектива существенно расширились. Когда мы увидели сцену, наши дети просто ахнули. Потому что до этого наш маленький Дом культуры, увы, даже не мог вместить 12 человек на сцене. А сейчас мы можем вывести до 24 и более детишек. И, конечно же, огромный зал на 400 мест. Если взять, что у нас детишек 100 человек, мы выводим на сцену, наш концерт, отчеты, то, конечно, к каждому приходит мама, бабушка. И места хватает всем. Сердце Дома культуры – уютный зал библиотеки с богатым книжным фондом, который нередко пополняют сами посетители. Еще наши читатели, наши замечательные читатели, которые приносят нам книги. Вы знаете, самые разные. У нас, например, появилась подборка по робототехнике. Там подборка идет от робототехники до нейропластичности мозга, которые тесно связаны. ДК «Горки-10» ведет не только культурно-досуговую деятельность. Большое внимание здесь уделяется физической подготовке. В просторном спортивном зале сформированы секции по волейболу, футболу и баскетболу. Также у нас по договору социального партнерства со спортивной школой «Горки-10» проходят занятия по каратэ. В дальнейшем планируем развивать художественную гимнастику, бадминтон. Ну и думаю, на этом наши планы не остановятся. Также, конечно, планируем проводить различного рода турниры. Запрос на это уже есть. Главная цель учреждения – развивать и сохранять духовное наследие и формировать единое культурное пространство. Подробнее о возможностях Дома культуры «Горки-10» смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».